первым делом запариваем рис рис я хорошо промыла теперь заливаю его кипятком накрываем крышкой и оставляем так пусть запаривается а мы тем временем займемся тыквой сначала разрезаем ее пополам берем какую-нибудь миску и выставляем ложечкой вот это все внутренность ты уже очистила теперь нарезаем каждый кусок тыквы на такие небольшие полоски теперь будем их очищать от кожуры такие очищенные дольки получаются теперь будем нарезать на кубики на такие где-то примерно сантиметр на сантиметр перекладываем порезанную тыкву какую-нибудь посуду с толстыми стенами заливаем тыкву водой пол и трое вылила на эту тыкву воды и отправляем теперь на закрываем крышкой и ждем пока закипит когда тыква закипит убавляем огонь и тушим минут 20-30 до мягкости ты прошло 25 минут уже хорошо сварилась будем теперь превращать ее такую однородную субстанцию прям здесь на плите беру и разминаю хорошо такая субстанция получилась соли надо добавлять совсем немножко где-то пол чайной ложечки я думаю будет достаточно сахар добавляйте по вкусу теперь полученное тыквенное пюре добавляем рис перемешиваем это все закрываем крышкой и пусть тушится на маленьком огне 15 минут добавляем теперь сливочное масло 50 70 перемешиваем закрываем крышкой и томим на самом-самом слабом огне в минут 5 10 а дальше ставим нашу кашу на одеяло какое-нибудь теплее и хорошо укутываем и в таком состоянии оставляем где-то на полчаса 500 граммов очищенной от кожуры и семян тыквы нарезаем мелкими кубиками 200 граммов пшена промываем горячей водой 5-6 раз затем берем два горшочка емкостью 750 миллилитров и раскладываем в них резаную тыкву распределяем поровну промытое пшено затем кладем в каждый горшочек треть чайной ложки соли пол столовой ложки сахара одну чайную ложку ванильного сахара вливаем 150 миллилитров воды 150 миллилитров молока перемешиваем добавляем по 15-20 граммов сливочного масла закрываем крышками и отправляем нагретую до 200 градусов духовку через полчаса убавляем температуру до 180 градусов и томим кашу еще полчаса 450 граммов очищенной от кожуры и семян тыквы натираем на мелкой терке небольшой пучок укропа рубим ножом в миску разбиваем два яйца добавляем туда одну четвертую чайной ложки соли столько же черного молотого перца и слегка взбиваем венчиком тыквы добавляем измельченный укроп взбитые яйца подсыпаем две столовых ложки муки и хорошо перемешан до однородного состояния затем разогреваем сковороду смазываем ее растительным маслом выкладываем туда приготовленную массу распределяем ее равномерным слоем по всей плоскости и жарим на медленном огне 4-6 минут дальше переворачиваем наш омлет на другую сторону посыпаем его семенами кунжута в количестве 1 чайная ложка и продолжаем жарить еще 4-6 минут вкусный и полезный тыквенный омлет готов по желанию украшаем веточками свежего укропа